Здравствуйте дорогие друзья! В текущем ролике поговорим о компании NextEra Energy. Эта компания вызывает интерес у зрителей и в целом компания интересна. Давайте ее сегодня обсудим. Организация относится к сфере коммунальных услуг, электроснабжения. Зачитаю ее основные направления деятельности. NextEra Energy ведущая компания в области экологически чистой энергии со штаб-квартирой в Джуно-Бич, штат Флорида. NextEra Energy владеет двумя электрическими компаниями. Florida Power Light, которая обслуживает более 5 миллионов учетных записей. И компания Gulf Power Company, которая обслуживает около 470 тысяч клиентов в 8 округах. Еще есть бизнес NextEra Energy Resources, которая вместе со своими дочерними предприятиями является крупнейшим в мире производителем возобновляемой энергии ветра, солнца и мировым лидером в области аккумуляторных батареи. Через свои дочерние компании производят чистый, безэмиссионное электричество от 8 коммерческих ядерных энергоблоков. То есть компания NextEra Energy зачастую вызывает к себе интерес, потому что у нее есть серьезное подразделение по возобновляемой энергии. И оно в отличие от многих компаний, значит оно приносит прибыль, оно эффективно. Когда говорим о возобновляемой электроэнергетике, в целом об энергетике редко можно встретить компании, которые действительно получают существенную выгоду, которые эффективно работают в данной области, в основном это все-таки источники энергии классические, это какое-то топливо, нефть, газ и так далее. То есть все-таки мы еще далеки, в России это очень далеки, скажем в США они несколько поближе, но тем не менее, значит проблемы с возобновляемыми источниками есть, были, есть и будут. Но вот компания NextEra Energy в этой области довольно-таки эффективно работает. Значит вот такая вот компания, сегодня посмотрим как NextEra Energy себя чувствует, какие есть конкуренты и так далее. Давайте откроем скринер. NextEra Energy самая крупная по капитализации компания в США из данной области. На втором месте идет Duke Energy Corporation, Sofren Company, ну такие вот известные компании, Consolidated Edison, тот же самый PPL. Ряд из них дивидендные компании, тот же самый PPL, в общем-то серьезные деньги он отдает на выплату дивидендов, есть некоторые проблемы со свободным денежным потоком и так далее. То есть такой сектор довольно-таки диверсифицированный, есть и ростовые активы, есть и дивидендные. Значит NextEra Energy больше ростовой актив, безусловно, но дивиденды тоже выплачивает порядка 2%. Давайте посмотрим по мультипликаторам. Кратенько, естественно, конкурентов огромное количество, разбирать их не будем, поговорим сегодня о компании NEE. Значит по беглому просмотру мультипликаторы самые дорогие у NextEra Energy. То есть ее нужно приобретать существенным авансом по PE, она тут одна из самых дорогих, даже самая дорогая. По показателю PNS, соотношение капитализации к выручке, тоже самая дорогая, в разы больше, чем остальные компании. И в общем-то по показателю Price to Book, одна из также самых дорогих компаний. То есть за 1 доллар фактической собственности NextEra Energy нужно заплатить 3 доллара 26 центов. Адекватна ли это цена или нет, давайте разберемся. Но зато у многих других компаний, в общем-то PPL я уже назвал, проблемы с свободным денежным потоком, прочерк, то есть он отрицательный. И у многих других конкурентов тоже. У NextEra Energy в целом проблем нет. Хотелось бы видеть этот показатель еще ниже, в районе 15, что в общем-то у некоторых конкурентов имеет место быть. Например, American Electric Power Company, Edison и прочие. Но все-таки остановимся на NextEra Energy. В общем-то я думаю, что всем понятно, компания довольно-таки дорогая по отношению к своим конкурентам. Адекватна ли она дорогая или нет, давайте разбираться. Итак, видим по NextEra Energy очень такой восходящий приятный график. Я уже говорил, что актив более ростовой, чем дивидендный. Хотя, если его приобрести на перспективу 15-20-30 лет и динамика продолжится, тогда он может быть вполне дивидендным. Но так далеко заглядывать мы не будем, поскольку много событий различных происходит в мире. И мы не в силах их предугадать и рассчитывать на 30 лет вперед тоже не можем. То есть в текущий момент, если заходим в NextEra Energy, мы ориентируемся именно на рост показателей. Это более вероятно. То есть по Debt to Equity 1,3% 130% долга к собственному капиталу. Это достаточно много. Но с другой стороны и по отрасли это показатель в целом адекватный. То есть достаточно многие конкуренты, они загружены именно в примерно таком диапазоне. Маржинальность в районе 18%, достаточно хорошая маржинальность. Рентабельность собственного капитала в районе 10% вполне. Ну, в общем-то, ряд показателей, таких как PE, мы уже посмотрели. Компания дороговата по данным показателям. Ну, в общем-то, давайте смотреть. Касательно динамики, что неплохо, в районе кризисных времен 2008-2009 год, конечно же, компания не была в убытках, поскольку это электроэнергия, поставки электроэнергии. Естественно, люди и в кризисные времена продолжают пользоваться бытовыми приборами. Есть производства, которые потребляют электроэнергию. И отрасль всегда является защитной по электроэнергетике. Да, здесь было снижение выручки, в общем-то, небольшое снижение по прибыли, но, тем не менее, компания оставалась на половую. Ее можно рассчитывать на нее как на защитный актив, в том числе. Далее, по параметрам выручка несколько подрастает, но такими не очень высокими темпами. В общем-то, ракеты здесь в отрасли нигде нет. Не буду, опять же, данные приводить, поскольку это очень сильно затянет информационный, скажем, ролик. Вот, но с компаниями, с многими из конкурентов, которые мы только что рассматривали, я знаком довольно-таки близко, постоянно их мониторю. В общем-то, ракеты там нигде нет, очень быстро развивающихся компаний нет. Это не IT-сфера, это, в общем-то, норма. И если выручка компании растет, это уже хорошо. Ну, самое главное, что нас интересует, растет прибыль. То есть, растет чистая прибыль, это более, скажем, нужный фактор, поскольку выручки может быть много, а прибыль может быть отрицательной. То есть, может быть убыток. И в первую очередь нас интересует именно чистая прибыль. Далее, по графику с долгом, можем видеть существенный прирост долговой нагрузки, долг увеличивается, период к периоду сильно растет. Но тут не стоит судить строго NextEra Energy. Самое главное, чтобы этот долг был эффективен. То есть, можно взять долг в банке, что, в общем-то, NextEra Energy и делает. Она берет либо у банков, либо выпускает облигации. Соответственно, эти деньги можно как-то неэффективно и нерационально использовать и брать их каждый раз. Либо можно приобретать активы, запускать новые какие-то ядерные установки, новые солнечные батареи и так далее. То есть, приобретать на них активы. Собственно, что NextEra Energy и делает. То есть, вот этот рост долга, он совершенно не страшный. Мы видим прирост долговой нагрузки, Total Liabilities. И видим рост активов. Это самое главное, что мы хотим здесь уловить. Чтобы этот долг шел в нужное русло. И по NextEra Energy мы, собственно, это и наблюдаем. И Total Equity мы видим рост. То есть, это, собственно, и есть разница между активами и обязательствами. То есть, активы прирастают больше, чем обязательства. И, соответственно, это как следствие того, что заемные средства, они пускаются именно на расширение активов. Активы, собственно, генерируют новые денежные потоки. И мы видим рост выручки и рост прибыли. Такая вот закономерность. Ну и, собственно, по финансовым потокам здесь тоже видим такую положительную динамику. К сожалению, в 2019 год компания закрылась с отрицательным денежным потоком. Но так бывает. У компании ППЛ это стабильное дело. Значит, свободного денежного потока не хватает. Хотелось бы, конечно, видеть меньшую долговую нагрузку. Но компания достаточно крупная. 118 миллиардов долларов. И система управления достаточно адекватна. То есть, это прослеживается с ходом времени. Я думаю, что ребята знают, что делают. И будут соблюдать ту тонкую грань, когда долг не является большой обузой. И с учетом того, что бизнес стабилен, можно планировать, проектировать увеличение или снижение долговой нагрузки. Что, в общем-то, NextEra Energy пока и делает. Думаю, что дальше в этом направлении продолжит работать. Далее. Давайте посмотрим, как компания осуществляет свою деятельность в области обратного выкупа или доп. эмиссии акций. Видим доп. эмиссию довольно-таки существенную. То есть, в процентном отношении это не очень большой прирост. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что компания выводит в обращение дополнительное количество акций. Это называется доп. эмиссия. Это для нас, для инвесторов, не очень хорошо. То есть, таким образом, компания еще больше продает себя. В стакане, когда она выпускает дополнительное количество акций, она выступает продавцом. Это несколько негативно влияет на котировки. Но, как я уже говорил, сумма выпуска акций в количественном исчислении не очень большая. Поэтому это на графике не очень-то ощущается. То есть, график все-таки ростовой. Отлично, компания растет. Если бы, конечно, было бы кратное увеличение акций в обращении, мы бы увидели обратную динамику. То есть, это бы загоняло котировки вниз. Какие же прогнозы по компании? В текущий момент прибыль на акцию 7 долларов 20 центов. Отлично ожидает компания закрытия по 2020 году 8,5. То есть, можно ожидать, что на 20% компания планирует увеличить свою прибыль. И, в общем-то, дальнейшая динамика тоже в районе 15-20% роста. Это достаточно оптимистично. Можем, входя в компанию сейчас, увидеть через 2 года, по отношению к уложенным нами сейчас средствами, средств снижения мультипликаторов и, скажем, приход параметров к тем значениям, которые были бы для нас комфортные. Я думаю, что эти прогнозы вполне рациональны. Это, опять же, защитная отрасль, отрасль энергетики. Никуда мы от энергетики не денемся, так же, как от продуктов питания. Всегда потребляли электроэнергию и всегда будем ее потреблять. И замечательно, что компания работает в сфере возобновляемых источников, имеет такое подразделение. Это всегда приятно, когда инвестиции, они не только, скажем, несут такую нагрузку смысловую, как получение прибыли, но приятно инвестировать в чистые экологические компании и, в общем-то, хотя бы в те компании, в которых это направление есть. Далее подготовил информацию по отчетному периоду. В общем-то, у компании все неплохо. Она бьет свои отчеты на свои субкомпании, на дечерние компании. Это FPL, Gulf Power, NextR, расшифровку уже не помню, выше приводил. И по сумме ознакомился с данными. Довольно-таки неплохо себя чувствуют все организации. И в ее, скажем так, под ее крылом, находящиеся в управлении. И я думаю, что вполне вероятно, те прогнозы, которые компания сейчас дает, они сбудутся. Далее по событиям. Сейчас приведу некоторую информацию. Увидим. Пока мы этого не видим, но увидим в отчетный период, в следующий. Все у нас здесь отчитывалось в апреле по первому кварталу 2020 года. И, соответственно, мы видим данные только по первый квартал. Во втором квартале мы увидим еще рост долговой нагрузки. Тут компания набирает, точнее, дочерние ее общества, набирают долговых обязательств. По виде облигаций выпуски производят довольно-таки приличные суммы. То есть это будет на графике заметно. И мы можем уже ориентироваться на рост долговой нагрузки. Хотелось бы, повторюсь, видеть ее меньше. Но остается надеяться на понимание грани руководства компании. Это одна новость о выпуске облигаций. Здесь со сроком гашения до 2027 года. Здесь облигации она выпускает до 30-го года. По инсайдерам, что хочу сказать, обязательно такой раздел, который я всегда привожу, что же делают работники компании, как они себя ведут, покупают или продают. В целом в NextErie принято и спекулировать в том числе, но довольно-таки редко. То есть каких-то интересных инсайдеров, которые конкретно спекулируют, как в некоторых других компаниях, за которыми я слежу, здесь нет. Скорее люди входят в долгосрок. Но в последнее время продаж больше, чем покупок. В район 245-251 доллар человек выходил, акции продавал. Это было 12 июня, совсем недавно, неделю назад. И также тот же самый человек продавал акции компании в марте месяце на довольно-таки крупные суммы. Выходил 268-255 долларов. И энное количество миллионов долларов было выходов. Это свойственно многим ростовым компаниям. Сейчас рынок не совсем себя рационально ведет. Соответственно, есть доля рисков. И инсайдеры из таких высококотировочных компаний постепенно выходят, предпочитают как-то перестраховаться. Время покажет, насколько это адекватно или нет. Но для нас пока сигналом это не является. То есть текущая цена 242 доллара, конечно, дороговато. Хочется видеть ее дешевле. Но при условии того, что прогнозы сбудутся, это, в общем-то, неплохая цена на NextEnergy. Давайте поговорим об аналитиках, чтобы картина складывалась еще более четко. Аналитики выступают за строгую покупку. Шесть аналитиков за последние три месяца дали такую оценку. Со средним консенсус-прогнозом в цене 261 доллар. Это по итогам года. Значит, минимальная 240, максимальная 296, средняя 261. В общем-то, 261 это примерно на 9% выше, чем сейчас. Не очень высокая доходность, скажем так, по консенсусу. Но я думаю, что колебания могут быть более сильными. И вполне возможно, что компания вернется к своим максимумам. То есть где-то в район 280-290 долларов вполне может сходить при текущей динамике S&P 500. Вот такие, значит, данные. И давайте посмотрим еще на графики. В последнее время стал рисовать такие вот моменты. Возможно, они будут вам полезны. И какие мысли насчет котировок. Мои мысли такие, что компания сейчас практически подошла к отметкам довольно-таки приличного уровня. Вполне вероятно, что она сходит несколько ниже. Вот тут отметку я держу 237 долларов, 238 долларов. Думаю, что она ее коснется. И далее она отпрыгнет. То есть отпрыгнет минимум вот до вот этого уровня, до 260. И вполне возможно, что пойдет дальше. То есть возможно с колебанием. Но я не вижу пока потенциала к снижению. Только если будет существенный негатив на рынке. Если он будет, тогда вот где-то 220 долларов вполне может компания уйти. Но в текущем рынке, опять же повторюсь, пока все спокойно. Такой боковичок. И при таком боковичке вполне вероятно, что она чуть-чуть еще сходит вниз. Это было бы разумно. Где ее начнут откупать? И начнут откупать, она пойдет вверх. Соответственно, вот ближайший план такой, по моему мнению. По итогу, что хочу сказать. Как всегда, привел информацию и дам свою оценку. Еще раз повторюсь, что каждый инвестор должен при принятии решений руководствоваться только собственными данными. Откройте NextEra Energy, посмотрите. Тут я все данные всегда представляю объективно. Все это дело показываю, как оно есть. И общее мое впечатление по компании NextEra. Дороговато. Я обычно таких компаний избегаю. Но зачастую такие сигнальчики уже срабатывают. Что если компания растет очень хорошо, очень долго и очень все неплохо. К сожалению, не появляется других моментов для покупки. Кажется, вот бы она упала хорошо. Можно было бы ее купить. Но вот, к сожалению, такие компании, как Microsoft, NextEra Energy, тоже другие ростовые компании, которые существенно наращивают финансовые потоки, они, к сожалению, не очень-то падают. То есть, другие могут упасть, а эти компании не падают. И, соответственно, по таким организациям, конечно, замечательно было войти здесь. Но, в общем-то, когда компания NextEra упала до 181 доллара, другие активы можно было покупать с существенно большим дисконтом. Возможно, они были интереснее в тот момент. Но такие компании, как NextEra, можно приобретать в долгосрок. Соответственно, в текущих котировках она еще не отыграла свои максимумы. Вполне может к ним подойти. И в случае падения ее можно усреднять. Скажем, упадет она еще раз к 180 или к 150 даже долларам. Можно будет ее купить подешевле. И быть в высокой степени уверенным в том, что компания довольно-таки быстро восстановится. И ваша средняя точка входа будет в компанию неплохой. Довольно-таки неплохо отношусь к компании NextEra Energy. В текущий момент поставлю ей 7 звезд. Примерно такая оценка. До восьмерочки чуть-чуть не дотягивает. Либо хотелось бы увидеть более серьезную динамику по финансовым потокам. Либо более низкую цену. По этой причине восьмерку не поставлю. Вообще компания исторически хорошо себя показывает. Я думаю, что у нее есть перспективы. То есть ее стоит приобретать только на долгосрок. Не стоит ожидать каких-то огромных взлетов. И так компания стоит дорого. Планов по серьезному увеличению выручки прибыли не планируется. Соответственно взлета не будет. Но будет возможность в спокойном рынке получать порядка 15-20% годовых. Это рост котировок плюс дивиденды. Вполне такой актив надежный и долгоиграющий. Так что оценка 7 звезд. На этом пожалуй все. Надеюсь какое-то мнение компании сложилось. Вы посмотрите ее самостоятельно. Покупайте только хорошие компании. Если требуется подобрать активы для инвестиционного портфеля. Всегда на связи. Также если требуется переоценка имеющегося инвестиционного портфеля. Также всегда на связи по электронной почте и в телеграме. Всем удачи в инвестициях. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова